Я призвал остановить эту преступную войну, преступность против наших граждан и вести прямые, без посредников переговоры с Азербайджаном. У Армении есть один единственный союз, который может быть Азербайджаном. Армения изначально, притом все правители Армении, они для юга признали территориальную целостность Азербайджана. И целые 30 лет нашей власти, наши все публичные фигуры, там позития, оппозития, не знаю кто, обманывали граждан Армении. Даже вот он признался, по-моему, 10 ноября Николай Пашинян. Он говорил, когда я познакомился с документами переговорного процесса, я видел, что нам уже больше никак крутиться. Кручиться, крутиться, ну так я и сказал. То есть, все эти долгие 30 лет Армения крутился, закручивался, закручивался, да. Армения выкручивался. Ну почему меня объявили власти, почему меня объявили предателем? Почему? Потому что единственный человек, который не подчинился казарменного режима по линии армяно-азербайджанского конфликта. Вот мы видели на видеорепортажах эти грузовики с имуществом этих людей. Это уже наглядный показатель был, в какой нищете жили эти люди. Даже вот унитазы, которые с собой забрали эти люди, это говорили о сатябном состоянии, о нищете этих людей. Вот лес и дома сжигали, рубили лес и дома сжигали. Я не думаю, что это делали обыкновенные люди. Я думаю, что это был управляемый процесс. Если внимательно изучать один из обращений президента Армении, то можно найти зацепки, что это был управляемый процесс. Это не бедные эти люди сожгли эти дома. А кто? Это был месседж на продолжительность конфликта. Потеряли свою имущество в Армении. Вопросы в Армении не решаются. Вот смотрите, сейчас митинги, что там творится. Они внимательно следят, что говорит Путин, что говорит Соловьёв. Боже мой. Они как бы между двух камнями. Соловьёв другое говорит, Путин другое говорит. Так мы не понимаем, что делать с Пашиньяном. Надо сесть. Без российских миротворцев. Без российских миротворцев.